Привет! Хочешь узнать свежие новости? Так держи, вот они! Режиссер и сценарист Екатерина Еременко посетила высшую школу журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Все меняется. Так Казанскому федеральному университету представили новые электронные ресурсы. Развитие национальной педагогики идет полным ходом. О новых ресурсах и новых возможностях платформы Web of Science рассказали на семинаре в научной библиотеке имени Лобачевского КФУ. Подробности далее. Научно-образовательный семинар был организован представителями платформы Web of Science. Они неоднократно уже приезжали в Казанский федеральный университет. Сейчас же у них новая компания Clearavate Analytics и представили слушателям новые ресурсы на старой платформе. Это прежде всего патентная база данных, которая пока неизвестна пользователям Казанского университета. А патенты – это вообще очень важное направление в инновационной деятельности. В том числе они могут использоваться и в исследовательской деятельности. На семинаре продемонстрировали возможности различных баз данных, текущие достижения ученых Республики Татарстана в них, а также разобрали основные примеры использования указанных ресурсов для проведения научных исследований. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетьяров, Универньюс. 15 марта Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетила основательница студии Екатерина Еременко «Филмс», которая рассказала о популяризации научного кино и сложности его создания. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В среду 15 марта Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс документалиста Екатерины Еременко. Подобный мастер-класс вызвал бурный ажиотаж. Зал был наполнен не только студентами-преподавателями, но и ценителями искусства, которые хотели лично познакомиться с Екатериной. В этот день Екатерина Еременко рассказала о идеях своих фильмов и порой трудностях их создания. У нас ситуация с эмиграцией похожа на ситуацию диффузии. Когда-то в начале 90-х казалось, что все, кто может, все уезжают. А сейчас ситуация выровнялась. Кто-то уезжает, кто-то возвращается. Ситуация стабильная. Я подумала, что как интересно, что эти физические законы, они в некотором смысле могут стать метафорой жизненных ситуаций. И поэтому я придумала такую структуру, что в течение всего фильма у меня учитель показывает урок физики. И каждый раз этот урок физики мы видим вот три раза. Сначала мы видим в классе его, потом мы видим тоже физическое явление в нормальной жизни. И третье – это такая рифма, такая метафизическая ассоциация с ситуациями, о которых мы говорим. Любой желающий мог задать интересующий его вопрос. Кого-то интересовало отношение к современному кинематографу, а кто-то спрашивал о сравнении телевидения и киноиндустрии. У нас во ВГИКе многие преподаватели говорят, что противопоставление с телевидением и кино. И многие преподаватели даже запрещают студентам работать на телевидении, потому что это такой более легкий жанр, чтобы не делать халтуру. Но я работала в свое время, училась во ВГИКе, и чтобы зарабатывать на жизнь, работала в программе «Времечко». Такая была программа, не знаю, помните, «Времечко». И у нас была полная свобода, и мы могли делать совершенно какие-то творческие вещи. Мастер-класс Екатерины Еременко основывался не только на общении со слушателями, но и показе фильма в студии Екатерины Инны Еременко «Фильмс», которая была основана Екатериной в Берлине после переезда за границу. В ходе встречи также зашел и разговор о том, что, возможно, в студии Екатерины Инны Еременко «Фильмс» будет снят научный фильм о Николае Ивановиче Лобачевском. Диана Шилова, Леонардо Влесьяров, Универньюс. На решение проблем нефтегазовой отрасли подключился целый ряд молодых ученых. Для них работа в рамках САЕ «Эко-нефть» — это большой шаг вперед. На этот раз ученые КФУ попробовали заглянуть в сам процесс переработки нефти. Что из этого вышло, расскажет Аделя Шамилова. Казанская школа магнитного резонанса, известная на всю страну и далеко за ее пределами своей богатой историей и традициями, никогда не оставалась в стороне от качественных изменений, происходящих в КФУ. Вот и создание в Университете стратегических академических единиц не обошлось без ее участия. Сегодня ученые КФУ активно задействованы в четырех научных проектах. Причем в двух из них стратегические академические единицы «Эко-нефть» и трансляционная 7П «Медицина магия спектра» пришлись весьма кстати. Коллеги изучают детально те компоненты, из которых стоит нефть. Тяжелая нефть, одним из самых таких компонентов, которые придают ей высокую вязкость, как раз высокую плотность, это асфальтены и смолы. К сожалению, на сегодняшний день эти компоненты нефти не так сильно изучены, хотя именно они как раз преобразуются в ходе применения термических методов увеличения нефтеодачи. Научная группа лаборатории «Ямэр Структура» занимается исследованием строения новых веществ, лекарств будущего, а также помогает нефтяникам заглянуть внутрь процессов, протекающих при подземной переработке нефти. Руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» Михаил Варфоломеев поделился, как ядерный магнитный резонанс позволяет заглянуть внутрь самого процесса. Для того, чтобы разрабатывать новые технологии, нам нужно понимать механизм того, что происходит. В Казанском университете существует центр превосходства в области термических и термокаталитических методов подземной переработки нефти и увеличения нефтеодачи. И как раз метод «Ямэр» видит то, что происходит, каждый фрагмент молекулы можно выделить, и в принципе можно увидеть все составляющие. Методы спектроскопии высокого разрешения для устранения проблем медицины, разработанные в лабораториях КФУ, всегда были очень востребованы у производственников, потому что позволяют оперативно определить состав любого вещества с максимальной точностью. С участием Казанского университета в программе повышения конкурентоспособностей возможностей у КФУ стало гораздо больше, и Казанский федеральный уже готов принять новые вызовы. Стоит отметить, что стратегическая академическая единица «Эко-нефть» возлагают на «Ямэр» методы большие надежды. Ведь на данный момент только «Ямэр» в спектроскопии способна дать самую полную картину, как по качественному, так и по количественному составу углеводородов, что очень ваше для решения задач, поставленных перед учеными КФУ. Они позволяют установить тонкую структуру нефти, выделить непосредственно фрагменты, из которых состоит нефть. Это очень важно для того, чтобы прогнозировать успешность применения этих технологий и, в принципе, разобраться вообще, что же происходит при их воздействии в пластовых условиях. Остается лишь добавить, что применение методов «Ямэр» спектроскопии в нефтедобыче и нефтепереработке в России практически не распространено. И Казанская школа магнитного резонанса получила еще один шанс заявить о себе на весь мир. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Институт психологии и образования КФУ прилагает все усилия для развития молодых педагогов. Так, на кафедре методологии обучения и воспитания открыт научно-образовательный центр. Какой? Узнаешь в следующем сюжете. Научный центр татарской педагогики открылся совсем недавно, но уже успел привлечь к себе внимание в сфере образования. Центр имеет статус структурного подразделения КФУ и ставит своей целью привлечение ведущих ученых-педагогов, докторантов, аспирантов и студентов университета. Здесь обсуждаются современные проблемы региональной этнической культуры обучения и воспитания, организовываются научные исследования, семинары и конференции. Деятельность организации в основном направлена на исследования в области национального образования и науки. В связи с этим определены несколько задач. Показания методической, психолого-педагогической, информационной помощи педагогам национальных образовательных организаций. Организация и проведение исследований и разработок, связанных с самыми важными направлениями развития татарской национальной педагогики. Учеными центра выпущены учебники по всем разделам педагогики. Помимо этого, существуют и электронные версии. Поэтому любой желающий может ознакомиться с их содержанием на татарском языке, не выходя из дома. У нас есть учебники, которыми мы обеспечиваем национально-образовательные школы. Вот, пожалуйста, разных вариантов по разным предметам. И не только наши школы, республики Татарстан, но и которые находятся за пределами нашей республики. В научно-образовательном центре можно увидеть множество грамот и сертификатов. Все это – заслуги за активное участие в сотрудничестве с этнопедагогическими лабораториями России, а также со странами ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас организация только на начальной ступени развития, но уже строит планы на дальнейшие перспективы. Наш центр будет задействован в следующем проекте. Есть договоренность с Министерством образования и науки республики Татарстан для подготовки специалистов для национальных школ. В настоящее время научные резервы центра мобилизованы на реализацию фундаментальных однокультурных проблем в системе образования республики Татарстан. Анастасия Буряк, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok